Ребята, при покупке Зои множитель количества баллов будет плюс 5, это будет бонус. Всем привет, с вами канал Страна Игрляндия и сегодня у нас Сабвейсерф, соревнование, в котором будут участвовать Зои и Мэнни. Как вы видите, в сегодняшнем соревновании у нас участвуют очень яркие персонажи, зомби Зои и скелет Мэнни. Но это не означает, что наши персонажи будут бороться за победу лишь бы как. Я думаю, что оба наших героя будут стремиться выиграть в этом забеге. Вы только посмотрите, какой молодец у нас Мэнни, он уже успел подобрать первую плюшку и это магнит. Но не только Мэнни успел кое-что подобрать, Зои также уже успела отличиться. Она смогла подобрать один череп, который идет в выполнение мини-миссии, а также она собирает слово. Ну, слово, конечно, не длинное, всего из трех букв. Это имя Зои. Я думаю, что увеличенный множитель на 5 дает Зои небольшое преимущество. И судя по набранным баллам, она сейчас лидер. Ну вот, Зои выполнила свою мини-миссию и ей будет приз. Какой приз мы с вами увидим после того, как Зои финиширует. Я думаю, что Мэнни сейчас сможет догнать Зои по количеству баллов, ведь ему попался реактивный рюкзак. Зои решила не рисковать и вызвала доску для серфинга, чтобы была возможность в случае ошибки продолжить свой забег. Мэнни немножко вырвался вперед, но Зои подбирает удвоение количества баллов. У Мэнни впереди по трассе какой-то приз. Он его подбирает и снова же. Какой приз мы увидим после окончания забега. Да, удвоение количества баллов это классная вещь, тем более, когда у тебя немного выше рейты, нежели у твоего соперника. Но ничего, Мэнни также подобрал удвоение количества баллов и посмотрим, сможет ли он настигнуть Зои. Вы знаете, преимущество тает прямо на глазах. И Зои опережает Мэнни всего на 10 тысяч баллов, но вот Зои снова подбирает удвоение количества баллов. Но ведь и у Мэнни действует удвоение количества баллов и плюс к этому еще один реактивный рюкзак. Зои снова обновляет свою плюшку на увеличение количества баллов. Да, наши герои, видимо, не дадут нам расслабиться до самого финиша. Ребята, видите, действие увеличенного количества баллов, умножение, а также реактивного рюкзака это крутая смесь. Ведь у нас лидер на данный момент по количеству баллов Мэнни. Но у Зои еще действовало удвоение количества баллов и она снова смогла вырваться вперед. Тем более, она подбирает реактивный рюкзак. Но вы только посмотрите на количество собранных золотых монеток. В этом параметре лидером является Мэнни. Он более чем на 300 монет опережает Зои. Еще один череп в копилку Мэнни, а также еще одна плюшка по увеличению количества баллов. Зои также старается не отставать от Мэнни по выполнению мини-миссии. И также подбирает еще один череп. И снова у нас практически равное количество баллов и у Зои, и у Мэнни. Так что вся борьба еще впереди. У Мэнни действует удвоение количества баллов и он решил его обновить. До нового рекорда нашим героям еще далеко. Зои хотела перепрыгнуть в здание ЖД вокзала, но у нее это не получилось. И она только потеряла доску для серфинга. Вы это видели, Мэнни может просачиваться сквозь стены. А вот у Зои это не получается. По количеству собранных золотых монеток наши герои практически сравнялись. А вы знаете, на баллы я не обращал внимания. Сейчас посмотрел, а ведь Мэнни уже смог оторваться на целых 50 тысяч баллов. Это уже довольно-таки серьезная заявка на победу. Хотя в любой момент кто-то из героев может совершить ошибку. И тогда победителем будет тот, кто дольше продержится на дистанции. Зои практически закончилось было действие плюшки удвоение количества баллов. Но она смогла подобрать новую плюшку. И я думаю, что в скором времени сможет настигнуть Мэнни по количеству баллов. Мэнни теряет доску для серфинга. И за ним сразу же был увязался инспектор. Вы знаете, Зои очень везет на плюшки по увеличению количества баллов. Ну а Мэнни больше везет с такой плюшкой, как реактивный рюкзак. И он снова в полете. Зои стала скучноватой, она решила вызвать инспектора. Но использовав джампинг, Зои от него оторвалась. Инспектор, видимо, так высоко прыгать не умеет. Как вы видите, наши герои ездят на самых модных досках для серфинга в этом месяце. Вы знаете, Мэнни и Зои так быстро меняются ролями. То один лидирует, то другой. Я уже не успеваю за ними проследить. Отличный прыжок в исполнении Зои. И еще один черепок в коллекцию. Мэнни, боясь столкнуться с препятствием, очень быстро ушел влево. И не смог подобрать плюшку на удвоение количества баллов. А вот череп для мини-миссии он подобрал, как и Зои. Зои снова понемногу отрывается и уходит в лидеры по количеству баллов. Ребята, Зои побеждает. Мэнни совершает ошибку и сходит с дистанции. Посмотрим, какие призы ему попадутся. Мешочек с монетками, 500 монеток. И еще один приз. Гитара. Смотрим же, какое общее количество баллов смог набрать Мэнни. 843 тысячи баллов. Ну а далее Зои в одиночку будет продолжать забег. Капец, какие же все-таки страшные доски для серфинга у наших героев. Ну а пока Зои будет мчаться по трассе, я как обычно передам приветики. И первый сегодня приветик звучит Анюте Окс и ее сестричке Ксюше Кокариновой, у которой день рождения. И к сожалению, Ксюша заболела. Так что Ксюшенька, выздоравливай побыстрее. Еще приветик Данилу Михайлову и его сестричке Василисе, у которой тоже день рождения. И тоже Василиса, к сожалению, заболела. Василиса, выздоравливай побыстрее и больше не болей. Также у нас именинница Даша Репина и Максим Токарев. Еще приветик Критской Насте и ее сестричкам Юле и Вике. Солнечный приветик Анне Пугачевой, российской Дарье и ее подруге Кирилюк Даше. Также приветик Ангелине Беловой, Дарье Пальнтак, Виктории Стер, Марченко Матвею и первому А-классу 33-го лицея. Также приветик Илье Суханову и его маме Ирине Корнелю. Огромный приветик Константину Перфильеву и его братику Илье. Еще приветик Настере Викиной и ее братику Сереже. Мурмяшный приветик Лизабетте, Максиму Минаеву и третьему В-классу. Еще приветик Карине и сестричке Арише и братику Диме. Конечно же приветик Анастасии Соловей, Роману Спасенникову. Ай! Эх, Зои, Зои, у нас же остались еще приветики. Дианочки Ди, Ирине Сидорук, Кате Смирновой, Егору Голодок и его родным. Да уж, к сожалению, сегодня всем приветики передать не удастся. Так что, ребята, всем остальным приветы прозвучат в следующем видео. Ну а от вас мы, как всегда, ждем лайков, комментариев и пишите, за кого же вы болели. За Зои или за Мэнни. Ну а с вами был канал Страна Игрлиандия. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok